По словам жителей улиц Симферопольской и Льва Толстого, листовки появились ранним утром. Кто разбрасывал прокламации, никто не видел. Агитационные листы появлялись только там, где есть проезд для автомобиля. Если детально изучить листовку, то можно заметить, что фото Алексея Михайловича – это увеличенная копия снимков взятого с новостных сайтов в интернете. Содержание листовки и вовсе абсурдно. Севастопольцев призывают голосовать против всех. Хотя такого пункта в бюллетене и вовсе не существует. Несмотря на то, что листовки повторяют стилистику материала в партии «Единая Россия», ожидаемого отклика в сердцах горожан провокационная акция не возымела. Некоторые такие материалы даже сжигали. Я утром выхожу, открываю дверь и смотрю, лежит на полу, прямо у входа. Я поразилась, зачем же такие вещи писать. Я уверена, что этот человек на это не претендует. Это человек-патриот города, который очень много для нашего города сделал. Я просто знаю его еще с тех времен, когда я работала на заводе «Мусор». Я работала в службе главного технолога, а он у нас был на этом заводе, начальником центра. Это человек прекрасный, производственный, патриот. Листовки распространялись не только по городским дворам. К нам поступали сообщения о появлении провокационных бумажек в районе улицы генерала Жидилова, в поселке Сахарная Головка и на корабельной стороне. Несколько дней назад 40-тысячную партию подобной прокламации изъяли сотрудники полиции вместе с общественниками. В настоящее время сотрудниками Ленинского отдела МВД открыто административное производство.